здравствуйте уважаемые телезрители ну конечно же прежде всего всех с новым годом всех с рождеством христовым вот и нашу гостю мы тоже с удовольствием поздравляем наталья битько у нас сегодня в гостях известная детская вокалистка на выпускница нашей одесской консерватории одесской национальной музыкальной академии имени нежданова по классу сольная пень она и академическая оперная певица и эстрадно-джазовая певица преподает уже за плечами немалый стаж преподавательской работы вот работает она в нашем южноукраинском национальном педагогическом университете имени ушинского вот и собственно наталью мы пригласили к нам в студию для того чтобы она поделила кто-то продолжает праздновать но в принципе вот люди такие как наталья они продолжают работать и вот новый год понятно раз новый год значит нужны новые проекты и вот с таким новым проектом наталья пришла к нам в студию этот проект для тех людей у которых душа поет а в голос еще у вас не получается такой чтобы еще и в голос запели вот наталья открывает вот новые курсы мастер-классы будут преподавать и я так думаю что по окончании эфира я может быть тоже запою между прочим да я вам сказал немалый стаж 10 лет педагогической работы и причем очень плодотворной 8 ваших учеников стали лауреатами международных конкурсов как и вы вообще вот как сама лауреат международных конкурсов и себе так сказать на смену да уже готовите причем из этих ребят лауреатов четыре гран-при ну не 4 гран-при четыре первые премии это я так назвал гран-при ну чтобы как-то пафос не было да но это мои такие любимые ученицы хотя у педагога наверно не должно быть любимых учеников но тем не менее это мой первый лауреат это эля яковлева она просто занималась у меня студии то есть она не студентка университетом она потом поступила на яс но она просто вышла на этот конкурс и покорила всех на факультете хореографического музыкального искусства в университете да вот на вашей кафедре теории музыки и вокала тоже занимаются талантливые ребята конечно безусловно вот одна из них это анечка сведюк это моя магистр она заняла первую премию шестнадцатом году у нас сейчас уже готовая артистка и певица и педагог я кстати как педагогу и очень доверяю иногда даже присылаю ей каких-то кадров учиться ну и конечно же сейчас у меня занимается очень талантливая девушка она только начала свой путь на втором курсе алина вдовенко она стала дважды лауреатом первой премии то есть я на него возлагаю большие надежды ну конечно еще очень много работы но остальные там вторые третьи премии там тоже и из вокальной студии из педагогического университета ну вообще я мне на учеников везет мне как-то попадаются талантливые ребята которые хорошо меня понимают и достигают определенных результатов что меня очень радует вообще вот для скептиков я скажу что свое время там несколько десятилетий тому назад да вот считалось что ну вот консерватория это консерватория а вот как условно называли муспет вот да на педагогическом институте тогда но это может быть где-то сказать статусом поменьше но сегодня это совершенно не так потому что много многие профессоры которые преподают и в консерватории они преподают и в университете вот на факультете это совершенно не так потому что консерватория относится к в общем педин относится к министерству образования а консерватория относится к министерству культуры то есть и наш факультет он также готовит множество лауреатов там очень много разных мероприятий не только преподаватели но и исполнители солисты не да не только преподаватели там есть несколько разновидностей этих факультетов и можно выбирать то есть вот этот стереотип преподаватель в школе пения это уже как бы к нему не совсем относится у нас есть фотографии давайте мы полистаем вот фотографии там и есть и ваше огромное множество дипломов ну и те фотографии которые были сделаны вот во время различных концертов до дворских каких-то вечеров вот можете прокомментировать либо продолжу нашу беседу вообще вот давайте чуть подробнее об этом мастер-классе до расскажем в чем мы суть вот этих занятий потому что не знаю но за 10 до 10 циклов 10 занятий можно ли что-то успеть сделать да это специально разработана такая система для людей которые с нуля для взрослых людей которые с нуля значит что можно успеть за этих за эти уроки можно успеть познакомиться с вокальным я прошу прощения мы видим дипломы и ваших лауреатов грабец дарья вторая вторая премия это тоже мой магистр можно познакомиться с элементарным вокальным навыком и концу 10 урока выучить одну несложную эстрадную песню это действительно возможно это целая система разработанная мной которая работает уже много лет я проверяла ее неоднократно и могу сказать что человек со средними музыкальными данными которые с нуля может вполне этого достичь и между прочим вот бытует мнение вот есть люди которые говорят вот вот у него есть слух а у меня нет слуха такого не бывает слух есть вообще-то у каждого человека но есть вот он в более так сказать зародышном каком-то зачаточном более пассивном состоянии да просто не развитые но не было навыков с детства до предположим там с генами не перешло но это же это все развивается да действительно это все развивается и есть даже определенные упражнения для развития слуха если есть слабый слух но он есть его действительно можно развить активный пассивный обычно да да с помощью конечно тоже определенной системы о которой я также буду говорить на этих открытых уроках я вот видел еще так не не часто мне не приседал на это дело но вот листая так сказать ютюбе я видел ваши видео уроки вот тоже достаточно динамичный и достаточно любопытный и популярный вы решили переходить от дистанционного образования то что сегодня причем язык всегда уже не в непосредственно контакт потому что также больше передается но действительно у меня есть свой youtube канал я записывала видео занятия для своих девчонок вот на момент этого карантина чтобы они не забывали задачи вообще уникальность этого курса он она сейчас она как бы заключается в том что все будет очень подробно рассказано то есть тут совершенно конкретные задачи у каждого занятия и мы формируем сначала навык в голове а потом мы применяем его на вокальном аппарате то есть я так занимаюсь всегда и это несет большие результаты также человек который просто хочет себя в этом попробовать да он может прийти на мои уроки и понять его это или не его но я могу дать гарантию что ни один человек не уйдет от меня не понимая что ему делать то есть перед каждым будет поставлена конкретная задача и главное вокале понимать четко что ты делаешь тогда голос будет подчиняться а если не понимать что делает тогда голос будет вами управлять что не сильно хорошо то есть тогда будет он звучать не звучать то ли туда когда анатолий дуда наш народный артист к сожалению да вот он очень образно говорила объяснял я так может не буквально цитирую но он всегда говорил что вообще звук рождается не здесь он рождается вот здесь безусловно звук рождается в голове да если говорить простым языком то куда вот мозгами пошлешь этот звук он туда и пойдет поэтому есть четкая система по которой мы работаем в чем она заключается нужно знать как ты берешь дыхание как ты это соединяешь с позицией вот некоторые педагоги говорят вдохни низко насколько низко то есть не перебирай воздух а что нужно сделать чтобы не перебрать воздух чтобы не было определенного зажима да то есть об этом обо всем я тоже буду рассказывать то есть мало того нужно уметь отдать правильно воздух при пении для того чтобы хватило на фразу ну это все взаимосвязано и конечно же это главное в нашей профессии конечно петь на резонансе ни в коем случае не форсировать звук потому что кроме того что это некрасиво это еще влечет за собой очень нехорошие последствия можно интенционно просто не туда попасть это не самое страшное самое страшное это узлы на связках вот кстати уже пошли пошли фотографии прокомментируем ну вот собственно где это будет проходить это будет проходить это будет проходить у нас есть такое пространство арт хаб на базе муниципального театра имени салика директор ирина Ярославна тымах она и организатор этого арт хаба директор муниципального театра да организатор арт хаба вообще организатор разных интересных мероприятий вот как раз сейчас на экране показывается каких вот я на некоторых была очень ярко кстати мероприятие было поэзии танца сейчас будет афиша здесь очень классно было три отделения одесские наши поэты читали свои стихотворения второе отделение был танец третье отделение был рок-концерт ну классно было вот и я надеюсь что вот в этом пространстве арт хаб который радует уже наших одесситов и гостей города с августа месяца своими мероприятиями я надеюсь что и состоится там мой мастер-класс ну да чтобы понимали люди потому что вот название да одесский муниципальный театр духовой музыки имени салика но имя салика прекрасно все знают это прекрасный дирижер военный вот прекрасный вот это письма любви одиночества одним одной оркестровой военной оркестровой духовой музыкой не ограничивается вот кроме этого действительно это стало арт-пространство для многих проектов вот позже были у меня в гостях и неоднократно были вот ребята такие подвижники которые это опера во благо так называемый да которые делают достаточное количество вот и они ставят оперы в концертном варианте и даже костюмированные так далее благотворительностью занимается так далее это хотя собственно они все востребованные кто-то поет в оперном театре там кто-то в оперейке там подают в консерватории и так далее вот но у них вот их душа поет они хотят еще где-то реализоваться и вот вот этот этот хаб он стал для них вот той концертной площадкой то есть собственно они нашли вот свою нишу нашли свое место и там же проходит большое количество различных концертов творческих встреч и так далее но это уже достаточно известное место его знают и там действительно там проходят разные вечера и вечер поэзии там был замечательный вечер танца и концерты там вообще невероятное количество например сегодня там два спектакля собственно поэтому ирина не смогла к нам прийти и мы ждали думали вас будет двое но будет отдаваться вот ну вернемся к вашему мастер-классу и так действительно вот люди ну люди скажем так взрослые не будем говорить там пожилые не пожилые почему можно говорить о пожилых тоже у меня самая старшая ученица и было 75 лет и она приходила ко мне тоже на мастер-классы когда делал их еще три года назад другом заведении но это был немножко другой формат и тоже у меня очень разного возраста потому что люди вот зрелого возраста они чувствуют потребность в том что у них вот накопился у них пережитого им надо это куда-то изложить и они понимают люди находят себя есть вот такие же лаборатории предположим и такие вот мастер-классы делают для людей которые захотели решили рисовать и они на и у тоже у нас они были в эфире совершенно потрясающе люди которые в жизни никогда не держали в руках кисть там и не знает как смешивать краски вот при помощи педагога они это делал мало то у меня тогда за 25 минут эфира еще моя гостья заставила еще небольшую миниатюрку написать и в жизни никогда не рисовал таки ну я теперь я почему говорю концу я запою сегодня еще наверно то есть не нужно себя вот загонять в такое состояние знаете как дети говорят о я не буду делать но что у меня не получится получится надо делать ну вот кстати по поводу того что получится и по поводу того что загонять действительно это правда потому что вот у многих убеждение что музыкой нужно заниматься с детства это правда но не Вокал достаточно поздняя профессия. И еще существует такое мнение, что я что, на сцену собираюсь? Да нет, можно петь просто для себя, не обязательно на сцену, это как минимум полезно для здоровья. Это информация очень много в интернете, что задействуется при низком дыхании полностью все легкое, вентилируется, и это на психоэмоциональный фон тоже влияет благотворно. То есть в принципе можно приходить и петь для себя. Есть такое понятие вокалотерапия. И при том при вокалотерапии не обязательно иметь даже слух. То есть это люди просто поют, это вокалотерапия, там много нюансов, много всего. Поэтому это может быть абсолютно для любого возраста, это может быть абсолютно для себя. Что интересно, у меня тоже была ученица, которая пришла ко мне и говорит, нет, мне петь не надо. Очень, кстати, талантливая девушка, она говорит, я занимаюсь чакрами. Мне нужно открыть головную чакру, потому что она повелевает людьми. Я говорю, хорошо, будем открывать. У нее оказался огроменный оперный голос, несмотря на то, что ей было 40 лет тогда или под 40, огромный оперный голос. Она пела арию мюзеты. Потом она говорит, ты знаешь, Наташа, а я пою в караоке. То есть аппетит приходит во время еды. И, кстати, у нас существует много конкурсов в Одессе для взрослых людей, то есть без возрастных ограничений. То есть вокаловая такая профессия, она без возраста. Ко мне приходили люди абсолютно других вообще профессий, там, где они состоялись, которые просто хотят петь для себя, для души. У них появляется какой-то интерес, потом они выходят на конкурсы. И классно, по-моему. Ну и сегодня, да, и на протяжении многих-многих лет существовали различные самодеятельные площадки, где можно было себя реализовать. Вот, ну, взять тоже, например, не знаю, первое, что пришло, ну, дворец моряков наш одесский, да? Там очень много лет существовал и хор, и там была своя небольшая студия, где, в общем-то, и моряки дальнего плавания, ребята, так сказать, туда приходили, они репетировали, они выступали как вокалисты, без всяких, извините, консерваторий, не в обиду будет, альма-мать, не сказано. Вот, и готовили концертные программы, но сегодня же совсем можно расширить аудиторию своих слушателей. Сегодня есть ТикТок, вот сегодня есть соцсети, где можно действительно петь и делиться своим искусством и тем, что у вас действительно накопилось в душе. Вот это очень здорово, потому что для любого человека это очень важно не только творить, но чтобы кто-то еще заметил, обратил внимание. Ну и вытворять. Да, это дважды стимулирует человека. Знаете, я вот хотела бы еще обратить внимание, что заниматься вокалом нужно только у профессионалов, потому что, к сожалению, сейчас очень много людей, которые не имеют этого образования и преподают вокал. Спросите у своего педагога, что он заканчивал, какие у него успехи, где он поет, послушайте, как он поет, кого он воспитал, какие у него лауреаты. Если человек этим занимается, у него не может не быть ничего, если только он его только что не начал. Но есть такие случаи, когда идут, предположим, в эстрадный вокал, занимаются эстрадной музыкой и просто теряют голоса из-за того, что они не знают, как правильно вообще, прежде всего, беречь, хранить свой аппарат, свой инструмент. Потому что, к сожалению, вообще эстрадный вокал – это очень сложный жанр. То есть у нас немножко недопонимают, насколько это сложно и насколько вообще для того, чтобы петь качественно эстрадным вокалом, это вообще не легче, чем классика абсолютно. Почему так происходит? Потому что некачественно поставлен базовый звук, элементарно. Вот приходит к преподавателю по вокалу, он начинает сразу ставить эстраду. Что такое эстрада? Эстрада – это манера, она ставится на уже правильное соотношение звук дыхания, на раскрытый тембр. И когда там начинают уже постановку вот этих вот модных приемов, да, там белтинг, рипсинг, там вообще, да, на нераскрытые голоса, то это просто выглядит как банальный, бестембровый, фальшивый, к сожалению, крик. Я с этим сталкивалась тоже не разу, не раз, и поэтому всегда говорю, что все-таки обращайте внимание, самое главное – это базовый звук. И вот как раз вот эти вот 10 уроков, да, мы будем заниматься базовым звуком. Также существует такое мнение, что у эстрадников, да, что академический вокал мешает эстраде. Мешает в каком случае? Когда купол при академическом вокале сформирован неправильно, когда при формировании академического оперного купола задействованы мышцы, которые должны быть в покое. Вот тогда аппарат негибкий, и тогда, естественно, на эстраду перейти невозможно, человек будет все одним звуком. Когда оперный вокал сформирован правильно, когда он, от слова, когда он на резонансе, тогда очень просто убирается этот купол и переходится на эстраду, но остается тембр, остается диапазон, и тогда уже можно накладывать всякие разные интересные вокальные приемы. Как бы, ну, это уже может делать взрослый вокалист. Ну, и таких примеров можно приводить и приводить. Ну, во-первых, я не знаю, присутствующих говорят. Вы же тоже, вы джазовая певица. Нет, я не джазовая певица. Я прошу прощения, я не джазовая. Здесь поправочка. Дело в том, что джаз – это на него учатся очень долго, да. То есть я все-таки оперная певица и эстрадно с джазовыми элементами, да. То есть я больше исполняю шлягеры с джазовыми элементами, потому что джаз очень много разновидностей, поэтому я не джазовая певица. То есть я позволяю себе… Ну, в репертуаре же есть джазовое произведение, так что тут очень… Есть, да, джазовое произведение. А примеры можно приводить и дальше, и дальше. Ну, не знаю, тут уже Ларису Дольевну взять, нашу Боеву любимую. Да. Из сегодняшних вокалистов тоже училась академическая вокалистка Света Захарова, достаточно популярная, да, и она поет эстраду, очень здоровая и так далее. Иногда ее подтягивает попеть все-таки и экономически, какой-то репертуар, но сейчас больше она в эстраде. То есть примеров достаточное количество. Злата Огневич тоже, кстати. Да, да, да. То есть примеров много и подтверждение ваших слов. Но, вы знаете, вот есть еще такая вещь, вот то, что говорит, да, вот вы педагог, вот, да, как говорят, тренер по плаванию, который сам не умеет плавать. Нет, тут как раз педагог, который сам умеет. И я уже говорил, я лауреат конкурсов и хорошая, прекрасная исполнительница оперная. Мы сегодня Наталью даже еще и послушаем, у нас есть небольшой фрагмент. Вот, давайте мы послушаем Наталью. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Действительно, браво! Аплодисменты в адрес нашей исполнительницы. Еще раз напомню, в ряд международных конкурсов Наталья Битько. А у Рояля? У Рояля мой любимый консортмейстер. Она мне аккомпанировала еще, когда я была в консерватории, по-камерному. Инночка Исакова, она ведущий консортмейстер Одесской консерватории. И сейчас мы с ней работаем. У нас буквально две минутки остается до окончания эфира. Я так думаю, что понятно, кто захотел петь и понимает, что есть хороший педагог, который очень грамотный и за плечами хороший стаж и хорошие воспитанники. Если вдруг кто-то захочет влиться в ваш коллектив, как это сделать? Куда обращаться? Можно позвонить по номеру телефона, который указан в афише. Также будет создано мероприятие. Также на моей странице много информации об этом. То есть в фейсбуке можно найти? Да, конечно. В общем, ищите в фейсбуке. Наталья Битько найдете. Артхаб. Страница Артхаб. Тоже Артхаб Одесса. Там вся информация о мероприятии. Латинскими буквами, да? Да, да. Артхаб Одесса. Либо в поисковике Одесский муниципальный театр духовой музыки тоже можете найти и туда, так сказать, отправить. А, собственно, сам театр иногда люди любят ногами прийти. Посмотрите, он находится на улице Приморской. Приморская, 59, да. Там очень красивый большой зал с прекрасной акустикой. И... Собственно, есть где заниматься, есть где себя показывать. А может быть, смотрите, если наберется достаточное количество ваших воспитанников, может быть, к выпуску вы и сделаете какой-то филиал оперной студии консерваторской. Там, да, может быть, какие-то фрагменты оперы сыграли. Ну, оперной не знаю. Я сейчас в основном у меня лауреаты по эстрадному пению. Вот как-то так сложилось. Но можно сделать это... Хотя своих эстрадных вокалистов я тоже веду на классической академической школе. Я пока что об этом не пожалела. То есть они все поют. Они у меня все с... Вот Алина Вдовенко у нее полный диапазон. Аня с Ведюк тоже. У нее оперный голос оказался такой опереточный больше. Она даже сама не ожидала. Ну, классно. Они такие талантливые. Ну что ж, действительно, не губите в себе таланты. Вот, если есть такая возможность, пользуйтесь. И пусть ваша душа действительно поет не только внутри, но еще и вслух. Наталья Битько сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам огромное. И я надеюсь, что вот по завершению курса вы нам представите своих воспитанников. И они с удовольствием, я думаю, придут к нам в студию и покажут свое искусство. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.